С 1 октября военкомат открыл свои двери для прохождения медкомиссии молодых людей призывного возраста. Теперь желающие отточить мастерство военного искусства могут вступить в ряды вооруженных сил России. Но перед этим призывникам необходимо пройти врачебную комиссию. Одно дело желание, другое – быть пригодным для службы в армии. Часто добровольцев оставляют в запасе по состоянию здоровья, начиная с язвы желудка, заканчивая проблемами с сердцем или хирургическими вмешательствами. Только по дерматологии не проходит по одному призывнику из десяти. Диагнозы, которые часто идут – это псориаз, аллергический дерматит, дерматофитии, это заболевания разноцветные лишай, розовый лишай, эпидермифития паговая. Разные заболевания, которые тянут уже на полгода от срочки. И заболевания навык, которые – это тоже ихтиоз, псориаз, которые часто попадаются у нас тут с призывом, значит. Это самая крапивница аллергическая. А те, кто годны, смело могут отправиться в армию. Им предоставляется на выбор список из нескольких рядов войск, включая национальную гвардию, военно-космические силы и сухопутные войска. Кроме тренировки боевого мастерства и силы духа, перед прошедшими службу в армии открывается море возможностей. Но мы должны знать, что военная специальность сегодня обязательна для молодых ребят. Но куда он денется? На работу выйти без военного билета он никуда не сможет. Не будет же он постоянно где-то в подсобниках. Для него это нужно сегодня. Помимо своей специальности по образованию, военный билет сегодня необходим. Военный билет можно получить, отслужив срочную службу. Первая отправка призывников состоится 16 октября. Всего их будет 10. Сунжский район, город Карбулак и Сунжи за этот промежуток уже укомплектовали по три группы. Это 35% от всего наряда, поставленного перед районным военным комиссариатом. Динамика положительная, но есть и те, кого привлекают по статье уклонистов. Административные штрафы сегодня увеличились в разы по тем, кто не приходит в военкомат. Это от 25 до 30 тысяч рублей. По ним нами готовится обращение для направления в МВД. Ведется работа отдельно, готовятся материалы для принудительного привода. С начала 2024 года призывной возраст планируют увеличить до 30 лет, а срок срочной службы до двух лет. Так что те, кто решил пройти военную службу в этом году, могут отдать долг родине за один год и пользоваться в будущем всеми возможностями военного билета. Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.